Северный сельский храм Как такие непотопляемые маяки До сих пор не закрывающиеся Продолжают собирать вокруг себя Хоть какое-то население И все это безусловно ставит новую задачу перед священником Уже недостаточно просто приехать в храм Для совершения каких-то молитвословий Встречи с прихожанами Тебе нужно буквально строить жизнь Вокруг прихода, создавать среду В которой прихожане, которые хотят Находиться при храме, могут не просто Приходить на службу, они могут здесь жить Они могут здесь работать, они могут Содержать свою семью и свою жизнь Проводить не просто Приходя в храм А именно оживляя и в том числе Территорию вокруг храма Храм никогда не закрывался, и каких-то 10-15 лет назад Здесь была еще общеобразовательная школа За моей спиной находится начальная школа Здесь были дети Здесь была жизнь Но постепенно, соответственно, мы видим, к чему все это пришло Школа не просто Закрыта и там не учатся дети Она состоянием аварийном находится И младшая школа точно так же И как только дети ушли из этого населенного пункта Жизнь стала останавливаться 5-6 домов, в которых люди проживают здесь Круглогодично, и все остальное Только летние дачи Соответственно, и оживает здесь местность Только в летний период, да и то и не всегда И есть большая опасность, что данный храм превратится В так называемый храм выходного дня Когда люди приезжают сюда только на субботу и воскресенье А потом жизнь замирает снова на всю неделю Разве бывает жизнь только по выходным? Эти места я знаю примерно с 40-го года Это целая вечность Народов было полно В каждом доме было хозяйство большое Все жили только хозяйством Я думаю, что человек, наверное, 50-70 был в деревне В каком году школу закрыли по деревне? Школу закрыли... Вот в 88-м году я снимал, и это еще было Где-то в 90-92-м годах закрыли школу совсем А как кончили эти старшие классы, так И, собственно, она не нужна была Буквы разные писать Тонким перышком в тетрадь Учат в школе, учат в школе, учат в школе Вычитать и умножать Малышей не обижать Учат в школе, учат в школе, учат в школе Вычит, ладил, нажат Малышей не обижат Учат в школе, учат в школе Бытовую эту сторону можно организовать Да Но производства нет А без этого, естественно, нет молодых А молодых нет, нет детей А детей нет, нет школы У любого сельского настоятеля Есть еще специфические несвященнические обязанности Например, нету людей И поэтому ты просто вынужден Не только восстанавливать храм, ремонтировать Ну и просто поддерживать его в надлежащем состоянии Людям, молящимся в храме, нужны минимальные условия Тепло, сухость, отсутствие сквозняков и так далее Соответственно, и ты вынужден заниматься вопросами Специфически инженерными Как храм утеплить Как его отопить Как это сделать максимально экономнее Если у тебя есть какие-то люди на приходе Взрослые мужчины, как правило Либо же у тебя есть какие-то спонсоры И ты можешь только молиться и благословлять различные работы И все тогда хорошо Если людей нет Или ты не умеешь искать спонсоров Остается делать очень простую вещь Ты берешь в руки инструмент И идешь строить сам Первую свою службу я служил в этом храме На Пасху 2016 года И с тех пор, то есть примерно за три года Я успел утеплить храм Успел поменять полностью сгоревшую проводку Починить сгоревший котел Заменить полы в зимнем алтаре Которые просто проваливались И грозили обрушению коностаса Понятное дело, что я это делал не в одиночку Мне помогали и прихожане И соседи по деревне Которые здесь находятся Дыхают летом Но главная особенность того Что нанять бригаду Которая бы сделала это все от начала до конца Любой вид работы Для нас всегда была непозволительной роскошью Если бы я не умел работать с инструментом самостоятельно То не знаю даже, что бы мы успели сделать вообще за это время Лично из моего опыта я пришел к такому выводу Помощь других людей, она безусловно важна И, конечно же, без них было бы очень сложно все это делать Но есть очень важный момент Вот эти эпизодические такие фрагменты помощи твоих друзей Они всегда эпизодические По той простой причине, что и ты приезжаешь сюда только иногда Если ты не живешь при храме И прихожане этого храма не живут рядом с храмом То все это происходит в какие-то приятные эпизоды Которые не делают жизни И храм не оживает И не оживает, соответственно, деревня Единственный способ как-то здесь поменять ситуацию Это как раз решить вопрос с жильем И с рабочими местами То есть буквально священнику сельскому, настоятелю храма Приходится решать вопрос о трудоустройстве И месте жительства для прихожан И мне видится здесь два логичных направления В которых просто необходимо работать Первое – нельзя замыкаться стенами храма Нужно выходить за его пределы И те прихожане, пожилые, которые, соответственно, приходят сюда на службу Нужно им оказывать помощь не только добрым словом и молитвой Но еще и собственными руками Те силы, которые они по возможности отдают для храма Требуются для поддержания их быта И, соответственно, что ты делаешь? Ты берешь инструмент после ремонта в храме И идешь к прихожанам и причиняешь им добро За последнее время у меня появилась большая проблема Насчет выкашивания травы вокруг дома Мне уже на девятый десяток И поэтому я не в состоянии уже выкосить А дочка работает Кроме того, она помогает храму Там поет на крылосе А батюшка у нас настолько хороший и заботливый Он вместе с пановарем приезжал и выкашивал мне эту траву Я так ему благодарна Ну вот я как-то дома сижу и стала включать что-то включать И смотрю в розетке, у меня почернело И еще у меня розетка на кухне, это в комнате, а еще розетка на кухне И то же самое картина И мы едем из церкви И я просто начала рассказывать, говорю, вот у меня такая история Говорю, мне надо менять розетки Батюшка услыхал мою беду И говорит, я приеду и проверю И он буквально через неделю мне звонит Можно приехать вам? Есть возможность? Я говорю, пожалуйста И он мне приехал и заменил проводку, заменил розетки Потом поставил блок еще дополнительный И еще мы благодарны Он за нами приезжает на машине и увозит нас в церковь И после обедни также привезет к дому Так что мы очень довольны И поэтому мы ходим в церковь, потому что нам уже так пешком не дойти Второе необходимое направление Поскольку здесь нет места для проживания Ты остаешься таким добрым гостем для всех Может быть даже ты кому-то нравишься Может быть ты даже нравишься всем Но ты всего лишь гость И за эти рамки необходимо также выходить Нужно становиться добрым соседом Поэтому необходимо решать вопрос Как здесь обосноваться Где здесь жить Чтобы люди видели тебя не только с пятницы по понедельник А видели тебя всю неделю Люди, проживающие в соседних населенных пунктах Которые иногда заходят в храм И может быть хотели бы лишний раз прийти И может быть когда-нибудь придут Но вот это их движение должно начинаться с очень простого понимания Они должны знать, что они могут найти священника при храме Тогда, когда им это понадобится А не только в какие-то отведенные дни недели Поэтому следующий шаг, необходимый для жизни прихода Это как раз создание приходского дома Его ремонт, чтобы можно было здесь жить И здесь мы переходим к еще одному моменту Не только миссионерскому, но и чисто пастырскому Так случается, что есть люди Которые обращаются к тебе за какой-то помощью И ты не можешь оказать им помощь просто беседой Или просто тем, что ты их привез разово на службу Из Ярославля или любого другого населенного пункта А потом отвез обратно Нужно, чтобы они какое-то время находились рядом с тобой Находились рядом с храмом Поэтому приходской дом – это не просто место, где живет священник Приходской дом – это место, где люди, желающие посвятить свое время Чуть больше для храма и, соответственно, для спасения своей души Могли также здесь и оставаться И, в том числе, переночевать И, в том числе, что-то поделать руками для собственной пользы Вера без дел мертва, и церковь тоже А чтобы совершать эти дела, требуется определенный навык Я безмерно благодарен Богу, что он заставил меня в свое время эти навыки приобрести До того, как я принял священство, я успел поработать и в столярном производстве И в строительстве, и даже в интернете И сейчас это не только помогает мне поддерживать храм в рабочем состоянии Находить деньги для его содержания Не только позволяет мне помогать прихожанам в бытовых трудностях И моим друзьям в Ярославле Помогает также мне осуществлять некоторые социальные ремонты, когда я нахожу на это средство Но это имеет также для меня очень важный пастырский аспект Я могу взять человека, который не имеет строительных навыков Взять его с собой в помощники И научить его делать добро своими руками другим людям И вот тогда мы, наконец, видим те самые дела, благодаря которым оживает наша вера Про отца Вячеслава я узнал в интернете Там была информация очень интересного характера Что блогер, стройбати, как он себя называет Делает какие-то социальные ремонты Занимается восстановлением приходского дома И с плотницким делом, и со столярным знакомствами по его блогу И открыв столярку, я решил пригласить его послужить молебен на начало нового дела И предложил ему помочь мне в столярке Научиться этому делу как-то освоить станки Чтобы руки привыкли к такому труду Он мне предложил еще одно поле для деятельности, так скажем Трудотерапию на приходе в селе Поздеевском, где мы с мужиками собираемся Общий дом приходской восстанавливаем, строим Все вместе трудимся, спасаемся, молимся по выходным Бог даст, наша столярка переедет ближе к приходу И будет как-то способствовать восстановлению храмов или общего дома приходского Может быть, строительстве новых домов для нуждающихся, желающих переселиться Возрождаемое, наверное, даст Бог нашими трудами село Наша церковность не должна ограничиваться просто дверями храма Выходя из храма, ты должен нести это все куда-то Нести свою веру, свои поступки И, соответственно, после ремонта, после затыкания основных дыр в нашем храме Вот взялись за приходской дом И в скором времени, надеюсь, что здесь будут две отдельных комнаты И сверху будет жилая комната На заднем дворе сделаем столярную мастерскую, швейную мастерскую Потому что, чтобы хорошо молиться в храме, нужно где-то хорошо жить и трудиться Еще каких-то 10 или 15 лет назад севским приходом приходилось выживать В условиях отсутствия населения или отсутствия финансовой помощи И они занимались не просто возрождением духовной жизни, но и поддержанием жизни вообще Но сейчас, в эпоху интернета, когда жителям мегаполиса одинаково доступны И самые экзотические места планеты, и самые отдаленные уголки родной страны Можно не только прикоснуться к трудной, но удивительной жизни сельских приходов Любой из нас может стать гостем или даже участником этой жизни Не довольствоваться лайками или репостами Соберись с духом и выйди за границы виртуальности Помоги сельским приходам И неважно, как ты это сделаешь, денежным переводом, собственными руками Или просто приедешь в гости Рядом с тобой есть малоприметный сельский храм, в котором кипит жизнь И ты можешь стать частью этой жизни